На турнир по самбо «Весенние перевертыши» ежегодно съезжаются самбисты из разных городов Подмосковья и соседних областей. Юные спортсмены получают возможность продемонстрировать свою физическую форму, а также открывают новый спортивный сезон. «Весенние перевертыши» – это официальный старт соревнований по самбо. Разрешите мне от имени Оргкомитет вас всех поздравить с сегодняшним стартом, который является очередным этапом вашей подготовки к официальным соревнованиям. Молодцы, что занимаетесь нашим отечественным видом единоборств, что стремитесь закалить свою волю и характер. Не сомневайтесь, самбо вам в этом поможет. Удачи вам на ковре и в жизни. С праздником, друзья! На турнир съехались почти 100 юных самбистов. Юрий Синюков – частый гость Сергея Посадьев. В этот раз он привез на соревнования 17 воспитанников. Некоторые ребята у нас первый раз только участвуют, еще первый раз участвуют. Ну, кто-то там второй, третий, в принципе, это все, в основном, новички. Здесь хорошо принимают, организация хорошая, зал хороший, то есть вот такие. Ну и, естественно, немаловажно, это расстояние для нас не очень далекое, то есть 120 километров, в принципе, это немного. Юрий Синюков – не только известный спортсмен, но и прославленный тренер по самбо. Об этом говорят успехи его учеников. В 2004 году парень выиграл первенство мира, в 2006 по студентам был вторым, в 2010 бронзовым призером первенства мира был парень. И сейчас последние вот три года, нет, четыре даже, в 2013 году мир девочка выиграла, в 2014, в 2015 выиграла. В 2015 выиграла она Европу по молодежи и по старшим девушкам еще мир тоже. И сейчас вот только мы приехали из Сочи, где проходило первенство России, она опять заняла первое место среди молодежи и отобралась на первенство мира 2016 года. Но, конечно, больше всего участников турнира из Сергея Посада. В основном это воспитанники заслуженного тренера России Александра Семенова. Младший брат Шафина Рустам, несмотря на свой юный возраст, не уходит с ковра без победы. Младший брат Шафина Рустам, несмотря на свой юный возраст, не уходит с ковра без победы. Да, и я очень быстро выигрываю. Этот вид спорта мне нравится, так как моба – это самозащита без оружия. Вот это вот мне нравится. Даниил Бойков тренируется у Александра Семенова 8 лет. Бывали и победы на ковре, и обидные поражения. К турниру весенней перевертыши Даниил подошел в замечательной физической форме, что позволило ему не остаться без медали. Привлекает это, приурочивает, наверное, мужской вид спорта, во-первых. То есть каждому мальчику интересно этим спортом заняться. Один из методов воспитания хорошего борца – ранний опыт судейства. Уже судят соревнования по самбо Шафин Алиев. На судейском поприще давно выступает Самвел Бадалян, прославленный воспитанник Александра Семенова. Недавно Самвел вернулся с Кубка мира по боевому самбо с очередной высокой наградой – серебряной медалью соревнований. Я много раз боролся на этом турнире. И призером, и победителем был. Прям приятно смотреть, как дети борются, стараются. Такие турниры надо часто проводить. Для официальных соревнований это очень хороший старт, очень хорошая подготовка. Само собой, бороться больше нравится. Судейство – это уже второстепенная часть. Вот детишек можно посудить, а так уже бороться надо по своему возрасту, больше лучше бороться. Братья Погодки Николай и Иван Исаченко занимаются самбо в учебном центре «Пересвет». При троице Сергиевой Лавре. Курсанты «Пересвета» занимаются рукопашным боем с дзюдо, но он дает предпочтение истинно русскому виду спорта – самбо. И не без веских причин. Я люблю дзюдо, я занимаюсь дзюдо. А так я недавно начал ходить на самбо, но сейчас у меня выступаю. А ты что любишь больше – дзюдо или самбо? Самбо. Потому что там больше приемов, там за ноги можно хватать, боли вы можно. В итоге семеро наших земляков стали победителями в турнире в разных возрастных категориях, в очередной раз показав и доказав высокий уровень Сергея Посадской школы самбо. Ирина Самойлова, Сергей Власов. День города.